Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Ювентус и Элдис продлили контракт до 2029. 19-летний хавбэк взял 10 номер. Фиорентина арендовала лучшего бомбардира Джена Гудмансона с выкупом за 25 миллионов евро. Хавбэком интересовались Интер и Ювентус. Астон Вилла за 15 миллионов фунтов продала Арчера Саундгемптону. Контракт с форвардом на 4 года. Спартак купил Абену у Ференс Вараша за 1,5 миллиона евро. Контракт на 2 года. Дженуэ арендовала Пина Монти с правом выкупа. Воспитанник Интера стал лучшим бомбардиром Сосоалла в прошлом сезоне. Челси продал Моррейру в Страсбург за 2 миллиона евро. Берстов Халл за 2 миллиона фунтов. Бордмут за рекордные 37 плюс 10 миллионов евро купил Эванилсона у Порто. Португальцы получат 10% от перепродажи. Ипсвич арендовал Келвина Филлипса у Манчестер Сити без права выкупа. Ферентино может купить Линда Лёфа. Итальянцы изучают возможность трансфера защитника Манчестер Юнайтед. Ипсвич за 9 миллионов фунтов с бонусами подписал лучшого бомбардира прошлого чемпионшипа Смодича. Он забил 27 голов в 44 матчах. Монако подтвердил переход Бруннера из Дортмунда за 3 миллиона евро и бонусы. Форвард пока что будет отдан в аренду. Тьяго Алькантера покинул штаб Флика. Экс-хавбэк провел в Барсе месяц. Байер продлил контракт с полузащитником Андрихом до 2028. Арнес Лот заявил, что Диаз останется в Ливерпуле на фоне интереса Барса и Манчестер Сити. 18-летний полузащитник Джо Биллингем подписал новый трудовой договор с Андерлендом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Арсенал и Риал Соседат проведут новый раунд переговоров по Мерина в ближайшие выходные. Манчестер Юнайтед – лучшая команда первых туров за всю историю английской премьер-лиги. Манкунианцы в 32 матчах побеждали 21 раз. Аталанта взяла в аренду у Фразеноне Марко Брешианине. Футболист является воспитанником клубной академии Милана. Атакующий полузащитник Джердан Шакири обрел клубную прописку после недавнего ухода из Чикаго Фаер. Футболист пополнил ряды Базеля. На текущий момент Валенсия и Ливерпуль не продвигаются в согласовании трансфера 23-летним вратаря Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает журналист Гектор Гомес. Манчестер Юнайтед сделал запрос насчет полузащитника Ноттингем Форс Данила. В остатке летнего трансферного окна Юнайтед собирается приобрести минимум одного полузащитника. При этом Кристиан Эриксон и Скотт Мактомин и Олд Траффорд могут покинуть. Целью номер один Юнайтед среди полузащитников остается Мануэль Угарте из ПСЖ. Однако дороговизна игрока сборной Уругвая заставляет красных дьяволов искать альтернативные варианты. Одним из таких вариантов является Данила, которому, как утверждает бразильское издание TNT Sports, также существует интерес со стороны Милана. Данила выступает за Форс после своего перехода из Палмереса за 18 миллионов фунтов в январе 2023-го. Чтобы убедить лесников отпустить 23-летнего бразильца, потребуется сумма около 34 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Данила сыграл 29 матчей за Форрест в Премьер-лиге и помог команде Нуну Эшпириту Санту избежать вылета. Ньюкасл сделал уже свое четвертое предложение о покупке центрального защитника Кристал Пелос Марка Гехи. Своё предыдущее предложение третье по счету Ньюкасл выдвинул в прошлый уикенд, выразив готовность заплатить за Гехи 55 миллионов фунтов. Получив отказ, сейчас Ньюкасл предпринял еще одну попытку. Дейли Мэл не располагает информации, о какой сумме идет речь, лишь уточняя, что новое предложение срок гораздо ближе к тем 65 миллионам фунтов, которые Пелос оценивает Гехи. Орлы пока не ответили на новое предложение Ньюкасла, однако сейчас у сторон появилось ощущение, что прорыв в переговорах по игроку сборной Англии близок. Добавим, если сделка состоится, Гехи может стать рекордным приобретением в истории Ньюкасла. Сейчас таковым является нападающий Александр Исак, который в 2022 обошелся с Ороком в 60 миллионов фунтов. Вестхэм обратился на счет приобретения полузащитника французского ПСЖ из сборной Испании Карлоса Соллера. Вестхэм проделал огромную работу на трансферном рынке этим летом. Последнее приобретение – Арон Уан Бисака из Манчестер Юнайтед, которое состоялось в минувшую среду. Особое внимание главный тренер Вестхэма Хулен Лапитеги уделил укреплению обороны. Но теперь молотобойцы хотят привезти еще одного центрального полузащитника в дополнение к Джеймсу Уордпроузу, Эдсону Альваресу, Тому Шусоучику и Гвидо Родригесу. По информации Daily Mail целью Вестхэма является соотечественник Лапитеги Соллер, который представляет ПСЖ после своего перехода из родной Валенсии два года назад. За два сезона в Париже 27-летний испанец провел 63 матча, выиграв два титула Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. Челси открыт к расставанию с Нони Мадуэки этим летом, но хочет 60 миллионов фунтов за своего вингера. Этим летом Челси совершил очередную порцию приобретений, из-за чего Мадуэки будет еще сложнее проходить стартовый состав. Тем не менее, на Стэмфор Бридж чувствует, что Мадуэки прибавил и увеличил свою трансформную стоимость с момента своего перехода из ПСВ за 28 миллионов фунтов. Как сообщает The Athletic, сейчас Челси оценивает 22-летнего англичанина, одним из претендентов на которого является Ньюкасл, в 60 миллионов фунтов. Добавим, Мадуэки забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах прошлого сезона Премьер Лиги. Правда, в стартовом составе Нони выходил только 13 раз. Манчестер Сити продвигается в переговорах с бывшим нападающим Вестхэма Дивином Мубамой. Ранее в августе Сити продал в Атлетику нападающего Хулиана Альвареса за 82 миллиона фунтов. Еще одну потерю атакующая линия горожан понесла, когда Оскар Боб получил перелом ноги на тренировке. Сити отреагировал на эту ситуацию, обратившись к Мубаме, чей контракт с Вестхэмом истек в конце июня. Несмотря на то, что Мубама является свободным агентом, Вестхэму все равно положена компенсация за 19-летнего англичанина. Ее размер определит трибунал, если два клуба не смогут договориться между собой. Сам Мубама готов перейти в Сити, несмотря на интерес ряда других клубов, в том числе за пределами Премьер-лиги, сообщает BBC. Мубама находился в системе Вестхэма с 10 лет. За первую команду молотобойцев Дивин сыграл 18 матчей и забил 1 гол. Полузащитник Фрэнки Де Йонг в летнее трансферное окно не сменит Барселону на Манчестер Юнайтед. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Флориан Плетенберг, красные дьяволы не рассматривают кандидатуру Де Йонга, несмотря на сообщения из прессы. Журналист подчеркивает, что никаких переговоров по переезду Нидерландца на Олд Траффорд сейчас нет. Действующий контракт связывает 27-летнего Фрэнки Де Йонга с Барсой до середины 2026-го. Специалисты портала Трансфер Март оценивают Нидерландца в 70 миллионов евро. Жуао Феликс готов снизить зарплату ради трансфера в Челси. Сообщалось, что Витгер Атлетику может перейти в Челси в рамках сделки по продаже в мадридский клуб Конора Галлахера. При этом лондонцы рассматривают каждую из сделок по отдельности. Ранее Галлахер вернулся в расположение Челси после пяти дней, проведенных в Мадриде в ожидании трансфера. Как сообщает The Telegraph, в ближайшие выходные Челси и Атлетику проведут еще один раунд переговоров. Оба клуба заинтересованы в том, чтобы вывести ситуацию из тупика. Челси получил информацию о том, что Феликс готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вписаться в структуру зарплат клуба. Однако договоренность с Атлетику о сумме трансфера пока не достигнута. Кроме того, синие дали понять португальцу, что подпишут его только на своих условиях. Также отмечается, что главный тренер Атлетику Диего Симеоне лично сообщил Галлахеру, что хочет видеть его в своей команде. На данный момент шансы на переход полузащитника Челси в мадридский клуб по-прежнему оцениваются высоко. Всем спасибо за просмотр. Это были все актуальные и свежие новости к этому часу. Продолжение следует...